всем привет сегодня прискакал с работы и надо срочно говорится во вчерашнем видео говорила что нам привезли стеклопакеты вот и надо срочно здесь рука тихо собака 10 уже поменяли вот это старый там внутри вода вот это просто я стеколка сделал и нам срочно нужно поменять сейчас я нужен вот этот оконный блок вытащить и вместо него вставить другой который я вчера приготовил эти окна простояли примерно 15 лет но и до того что были установлены в ппк у них пропали в процессе эксплуатации стеклопакеты теперь предстоит их поменять и наконец-то доделать сами окна теперь мне нужно под раму вот как здесь запенить пеной на саму раму приподнять примерно на сантиметр повыше для этого я использую клинишки и два клинышка сделал сейчас я буду подкладывать под раму и уравнивать я сегодня труженица труда покрасила эту штуку для погреба придется отпилить вот эту доску она помешает подняться забрал у сына лобзик жил у него на месяца два наконец-то в итоге оказалось что погнутая пила сапожник без сапог взял ножовку и ножовкой теперь как всегда пила фоналась не вовремя вот так вот давать свои вещи электрически даже даже сыну такой четвертинку выпилил здесь и здесь и для того чтобы окно можно было выше поднять бесконечные примерки чтобы было ровно и красиво есть училка видите вот я теперь ее запеню верхний угол совпал с тему гу за работой время летит скоро совсем потемнеет бюро нервничай темно уже на улице не получается вставить я же уже пеной начал работать значит деваться некуда доставлять позади москва не знаю видно точку чего-нибудь нет темно так может какую-то лампу притащишь завтра на работу поэтому надо успеть сегодня хоть и темно когда день то легче работать хорошо я уже ничего не вижу это замерла как мышка привет всем дорогие наши друзья подписчики гости нашего канала мы продолжаем работу с окнами юрик поздоровайся что мы сделали вчера не и мы не мы вернее юрик он вообще капец всему такой щепетильный вот вот эту штуку положил запенил все под низом все это закрутил это как вместо подложки у нас ну чтоб не покупать мы обошлись железо чтобы не попортилась этому железу наверно сноса не будет уже сколько лет все это очень хорошо все тщательно делаем на улице холода снизу идет тепло разуется конденсат когда вот этого но это как пароизоляция я поняла я хотела сказать мы обошлись тем что у нас есть это у нас было не знаю откуда вечно у нас откуда чего-нибудь появлялась появлялась это уже и больше десятка лет пролежала у нас на крыше и вот мы нашли этому применение я грядки закрывала одно время чё только не делали короче отец поддонов откуда-то у нас появились не знаю может мусорки привезли мы любители по мусорке пошариться взять что-нибудь ненужное кому-то а нам это ой 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 как нужно как нужно хочу сказать что холодно стало вообще невозможно прям теплые вечера были а сейчас уже чувствуется что октябрь месяц все холодеет ой холодает очень холодно евро продолжает с окнами заниматься придумал еще сюда под под эти окна надо утеплять ему не знаю когда он когда он все это доделает бедняжка те саморезы специальные которые мы в на крышу покупали да а кстати вот эту крышу сейчас сейчас подожди я пойду отойду и по расскажу что вот эту крышу которая у нас вот на доме вот юра ее делал сам и железо он это клал сам один но ребятишки таскали ему вот эти как они называются картинки да мы специально покупали их маленькие и он говорит что так более ровно и вообще стыков не видно причем он все это сделал сам какой трудяшка принципе он все делал сам ну крышу очень сложно удачно все но кому это интересно как ты сверлишь очень даже интересный да ну значит интересно будет что ты закручиваешь и раз ты думаешь что только ближе покажу начать что сделаю я с того края привернул лариса не показала того края придумал картинку держится видите два самореза из того края сейчас приверну приверну потом между ними натяну веревку и буду под эту веревку подгонять все все кровью что вот этот край край был ровно а перед тем как вот эту привернуть там у меня деревянная подложка не реально как типа стропила лежат еще птицы уже загадили здесь вот я запеню показывай это все делается для того чтобы было теплее не потому что мне или делать некуда и картина уже вот это вот первая картина вот это она сюда показывает она уже навсегда сейчас старт поэтому я точно попал а я думал что если шляпками ты хочешь покрасить вы смотрите прикрутил я вот эту палочку от этой палочки он там в конце тоже палочка между ними натянул шнур черный пусть и слуха на что должно быть видно так вот так вот так вот так вот сюда аж вот тут немножко неровно но ничего страшного сейчас я буду укладывать один за другим чудо листы готовились больше чем наверное прикручивать будешь ближе подходи вот отсюда сверху видите засовываю под низ почему под низ потому что у нас роза ветров вот отсюда то есть в основном дождь идет справа налево и поэтому так вот сейчас будем и буду ровнять надо молоток тебе дать желательно давай я буду принесу довольно жалко люди немножко крайне ровный но я идеально ровно не мог отрезать примерно выставляю их то есть тот самый край вот здесь вот и вот так вот пойдут вперед-перед-перед-перед ну и все и так далее потом включимся работаем в основном по вечерам потому что днем необходимо на работу друзья у меня спрашивали тут комментарии для чего нам нужен вот этот вот навес не знаю видно нет в темноте но покажу а для чего он нам нужен мы защищали вот эти окна слуховые когда и хотели но в плане здесь поликарбонатом закрыть эту крышу поднять все закрыть здесь у меня что были цветочки росли у меня было очень много цветов я хотела их сюда выставлять вот эту вот грядку мы тоже планировали убрать цветочную чтобы здесь были цветы под этим поликарбонатом вот так дорогие девочки мальчики наша экономия состоялась светло покажу да вот мы так прикинули тысячи три наверно сэкономили да ну так это без работы еще это еще сами наработались конечно а то бы мы железо бы это сдали на три копейки потом вы заплатили за него тысячи две у нас же видишь где мы шовкали поставим да наверное поставь покажи саморезы это огуречник разбирали и пригодились они нам тоже вторичное использование ну что картинки прикрутил он юра осталось ой протереть ну что красить наверное не будем и еще вот это вот надо все заделать и будет чики-пики продолжаю видеоролик окнах вот так вот я их заделал видите то есть здесь вот запенил сверху положил пенопласт который на солнце не пропадает вот теперь мне вот так вот сверху нужно здесь сделать железку покажу как такая мне будет железка или на полтора толщиной под окном есть такое место куда можно выставить я делаю вот так вот ставлю ничего наверно гнуть не буду здесь посверлю отверстие забурюсь а это покрашу вот такой коричневый свет видите как у меня получилось здесь сверху утеплена плюс подложка типа как поликарбонат сотовый короче в этом году не должно продувать здесь все заделано видите только надо защищить защитить металла и здесь накладку сделаю металлическую из белых металла у меня есть там кусочек вот это место тоже задел надо хотел сначала оторвать а потом думаю ровненько срежу подвить уже полосу нарисовал и сделаю металла сюда и сюда вот так как-то постараюсь да забудь сказать вот этот угол который задел тоже делаю металлом покажу чуть попозже сейчас вижу вот такие пластины вот которые буду засовывать под окно защитные вот таких полосок мне нужно восемь штук 1 2 3 4 5 отрежу уже и 2 2 3 и и и все и и и зажимаю пластины струбцинами и шлифую их от ржавчины смотрите только что я вам показывал как я приготовил 7 пластин пока и мне вот туда где я подставлял под окошко можно конечно и прямые их поставить но мне хотелось бы чтобы немножко был немножко был изгиб чтоб они повторяли вот поэтому что я придумал я придумал согнуть их а согнуть как вот она пластина положил сюда трубу пол дюйма 15 миллиметров прикрутил саморезы под них подсунул вот эту пластину и теперь мне с этой стороны надо чем-то давнуть нужно конечно попробовать такими же саморезами ну у меня длинных нету и поэтому можно просверлить попробовать ну не охота портить пластину поэтому я что делать буду сейчас я сейчас сделаю уголок в уголке просверлю отверстие и попробую уголком при помощи вот этого шуруповерта все-таки немножко подогнуть вот такой вот уголок еще не доделал вот так раз и там еще один попробую гнуть как получится должно получится принципе у меня есть пресс но мне же надо одноразово сделать сначала думал через эту гнуть мне не нужен такой загиб мне нужен прямо чуть-чуть попробую отверстие до просверлил вот надо еще пасочки снять сейчас вот так вот буду укладывать и пробую прижимать специальные гибочной машины у меня нет вот я и выдумываю не особой точности не надо мне надо главное чтоб чуть-чуть изогнулась короче согнул я вот так как и хотел видите немножко угол прям минимальный больше мне не надо это вот при помощи трубы и саморезов не изготавливая специальные так сказать средства вот я тут примерку произвел вот этих своих листов и нужно мне еще минимум минимум две штуки я так думаю короче три штуки надо по одной и по половинке у меня получилось нормально продолжаю я упаковывать окна здесь не надо сделать вот такие сливы эти сливы делаю железок я уже показывал сейчас не надо будет вот так вот отметить ровно и отпилить а потом то же самое сделать вот с этой вот таким железо затянул вот эту пластину чтобы во время пиления на небо не болталась не болталась и естественно не поранивать конечно может получиться щель потому что изогнутая например нас было как то вот так вот пилить посмотрим после что будем подгонять и сверху какую-то накладку может сделать подогнать мешает вот эта вот шишка камень спилю вот видите шишку здесь видите вот настолько не совпало придется пилить сейчас опять короче вот здесь вот так вот я выпилю вот черточка и вот немножко вовнутрь еще раз меряем ну вот видите практически практически совпало мне примерно будет еще не сделал ну думаю должен доделать то есть дочь капать сюда переливается вот этот слит и уходит единственное что одесет в окне будет собираться ну на земле вот сюда поставлю стеколка на него сначала вот так вот я выставил видите щелка есть конечно сейчас ты хочу в трех местах и подмерить сваркой обыкновенной прихватил из меня еще тот сварчик вот посмотрим что получилось ну вот что то получилось немного угол не заблел ниже наклон делать ну все почти подходит только надо чуть-чуть еще подогнать заработал малярный цех сварочный цех и слесарный закончил свои работы видите тут пришлось сваривать стыковать все тоненькое железо изменяющую тот сварщик аховой ну для дома то ты мог сделать говорим пополам ну сделал теперь вот эта штука пойдет на угол вот один угол я уже сделал я уже показывал видите клеится мне тут угол клеится наставил что было сейчас здесь дальше буду клеить и вот на этот угол пойдет на железка вот нам надо именно сегодня и приклеить потому что видите какой солнечный день может быть последний солнечный день выходной имеется ввиду потому что в такие дни работаю мне некогда здесь вот еще от и не красиво если прошлую субботу-воскресенье я работал ветруган до дождик шел сегодня прям прелесть не жарко не холодно конечный этап пению пению здесь пытаюсь заделать чтоб вообще мороз не проникал даже вам не индия не вьетнам и даже не грузия это сибирь матушка видите как задралась вот ее надо прижать так вот все под прижал теперь здесь сейчас уголок надо ставить тут раньше пенил пальцем раз ах ты еще еще не застыла а вот здесь и сначала застывать но еще еще нет уголок подсох отведи какой нахлёст наверное я его оставлю нахлёст я сейчас обязательно буду проходить пеной вот и позвал на помощь ларису вот она идет сейчас смотри я буду пенить тут эти два уберешь быстренько я чпок туда и ты мне потом принесешь два саморезика такие вот белая шляпка вот сделал очередную выкройку эти бумага тут все шлифую сейчас сейчас ее покраску успеет высохнуть значит прилеплю когда уже видите дождь собирается так вот и снег пошел значит делал я вот эту закрывашку окна стекла менял окна ставил видите видео получилось немножко длинного там еще делал в октябре сейчас уже конец ноября и тем не менее считаю что сделал хорошо накрыл еще видите поликарбонатом чтобы вот сюда куда затекала вода но у меня же окна под углом стоят вот и здесь вот затекала вода окна то не предназначены для такого для уклона они должны быть немножко другие и вот я купил колик поликарбонат заделал и думаю что теперь они послужат подольше если тем окна служили примерно лет сейчас скажу 12 то вот заделкой поликарбонатом я думаю должно быть поинтереснее видите сюда еще такая железочка должна встать вот такая вот так ну я клеил на пену вот здесь вы видели поэтому это уже будет только весной это приклеиваться будет весной торопиться как говорится куда есть куда торопиться а здесь наверху видите вот этот навес там мне кто-то вопрос задавал что у меня не подшито или это не подшито здесь у меня место шифера будет прозрачная крыша вот из такого поликарбоната вот здесь вот сделаю такие стойки из квадратиков и здесь тоже зашью и у меня здесь будет как бы еще и утепление и светло вот а иногда даже весной когда жена будет лариса садить помидоры сюда будем выносить их и они тут типа в теплице будут ну естественно и в доме будет намного теплее но это планы как говорится если у вас планы мистер фикс да есть на ближайшее будущее всем пока ну на сегодня я закончу это видео когда совсем совсем уже закончу их потом еще отдельное видео сниму в начале видео я написал окна делаю 2018 году сейчас март 21 года то что мы показывали в ролике полностью себя оправдала стеклопакеты пережили 40 градусные морозы и три снежные зимы сейчас находятся в прекрасном первозданном состоянии поликарбонат исключил попадание влаги и снега это конечно же положительно сказалось на их сохранности я полностью спокоен за результаты своего труда это вид окон изнутри конечно предстоит еще работа по их отделке ну как водится когда тебя что-то не беспокоит до этого руки доходят последнюю очередь всем до скорой встречи подписывайтесь на наш канал